денис приветствую тебя всем привет как и всегда очень рад тебя видеть чтобы обсудить рынке это всегда полезно по прошествии еще одна неделя и посмотреть что было на рынке интересного за последнюю пятидневку как изменились настроения целом какие изменения могут еще с рынком произойти у нас всегда с тобой сейчас встреча в среду то есть как раз когда рынок начинает баловать нас какими-то фундаментальными событиями и важной статистики вот сегодня как раз эфир буквально перед выходом протоколов последнего заседания американского регулятора я думаю что если посмотреть сейчас на содержание экономического календаря протокол точно одно из самых важных событий этой недели но вот посмотрим только смогут ли они внести какую-то более интересную лепту в динамику индекса доллара я как немножко фанатичный покупатель доллара и рассчитываю на то что этот фундамент сможет протянуть руку помощь сейчас покупателям и подтянуть соответственно американскую валюту повыше текущих значений поэтому денис если не против сегодня можем затронуть посмотреть на индекс доллар если у тебя есть какая-нибудь интересная техническая картина тоже будет крайне важным и полезным послушать твой точку зрения ну можем посмотреть еще на британскую валюту учитывая что буквально час назад вышли данные по инфляции и сейчас мы видим рост волатильности на этом инструменте можем также оценить ситуацию еще с золотом как я на план торговый прекрасный план отлично но другого я тебя и не ожидал спасибо большое за то что поддержал и забрать эти активы давай начнем тогда с меня как раз у меня индекс доллар открыт традиционно первоактив на который делается акция 104.50 по индексу доллара с точки зрения технического анализа мы вот уже несколько дней я во флете и рынок нуждается фундаментальным топливом как я уже отметил протоколы сегодня вечером выйдут завтра и в пятницу еще важная статистика в четверг это данные по активности производственного сектора и сферы услуг сша и в пятницу заказан товар длительного пользования каждый отчет сейчас внимательно анализируется трейдерами потому что вот еще одна неделя прошла а мы по сути все ровно с теми же самыми водными касательно изменения ключевой процентной ставки если сейчас еще обратить внимание на комментарии представитель федерализируют они сами не знают что делать дальше им нужно больше доказать больше подтверждений тем того что инфляционный тренд снижается и инфляция постепенно движется целевому ориентиру и постоянно мы слышим формулировки о том что один слабый отчет по non-farm perils один сильный отчет по инфляции но если говорить под сильным если подразумевать снижение инфляции этого недостаточно чтобы американский регулятор решился на снижение ключевой процентной ставки по-прежнему перспектива смягчения политики едет на конец этого года у нас есть инструмент в это что я рекомендую рекомендую всем смотреть на то как рынок оценивать вероятность изменения процентной ставки но пока картина такая что в сентябре ставку точнее не раньше сентября ставку снижается вероятность около 50 процентов поэтому понятно что при таком соотношении рынку хотелось бы получить больше каких-то доводов в пользу конкретного сценария я сторонник того что ставку можно будет снизить и попозже например ближе к концу этого года и думаю то что мы еще получим определенные сюрпризы о ситуации инфляционной в штатах что например когда будем анализировать уже майские данные можно снова увидеть значение в районе трех с половиной процентов возвращаясь к индексу доллара 104 53 текущие котировки я за дальнейший рост сегодня протоколы если опять же с точки зрения фундамента вспомнить то что как правило протокол являются дословным подтверждением того что озвучивается паулом на пресс-конференции напоминаю что паул тогда месяц назад сделал конкретные тезисные заявления о том что ограничительная политика сейчас более уместно если не будет никаких отклонений среди мнений представителей резервы которые как раз и вкладываются эти протоколы то мы сегодня можем получить еще один сигнал того что политика в сша изменится не скоро поэтому доллара потенциал для роста все-таки сохраняется и я ожидаю то что в рамках этой недели мы сможем подняться вышел к этому локальную максимум 104 70 потому что это нужно делать чтобы уже потом впоследствии претендовать на движение выше проставить и пункт так что касается британской валюты очень важный уровень сейчас как раз 1 27 50 ну он был важным и видим то что от него отбили сейчас пара резко снижается в частности важный катализатор это данные по инфляции по прогнозам ожидалось что инфляция снизится с прям конкретно сейчас по цифрам скажу с 3 и 2 процентов до 2 и 1 того фактическая цифра 2 и 3 процента базовая инфляция ожидалось что снизится 4 и 2 до 3 и 6 фактическая цифра 3 и 2 то есть инфляция оказалась выше чем прогнозировали эксперты но мне кажется что если все-таки не придираться индекс потребительских цен в англии на уровне 2 и 3 процента это уже большая победа для банк англии которая впоследствии может позволить ему создать условия для смягчения экономической политики и при таких темпах ослабления функционного давления вообще нет сомнений в том что банк англии снизит процентную ставку вот уже по сути через две недели в ходе июльского заседания отсюда делаю вывод что фунт при текущем новостном бэкграунде перекуплен мы уже уперлись вот в канал верхнюю границу сходящего канала и было бы неплохо сейчас его чуть подсдуть особенно с моим ожиданием крепления позиции доллара поэтому я за снижение и снижение прямо с текущих значений в район 26 1 26 так и что касается золота 2 416 долларов за трость функцию на данный момент по американской валюте как я уже отметил пока что у нас размашистая проторговка и безидейность вот по золоту я обращаю внимание на сантимент который указывает на то что большинство находится в а сейчас коротких позициях что повышает вероятность все таки еще одной волны роста этого инструмента актива может быть даже с целью закупления выше 2450 долларов за тройскую функцию по новостному фону я думаю что все помнят чем был связан рывок золота на открытие этой недели да геополитика она по-прежнему не отпускает остается внимание но пока слава богу до какой-то существенной эскалации и вообще до эскалации конфликта палестино-израильского и уж тем более если бы эти вовлечения рано конфликт дело не дошло и надеюсь то что не дойдет но политическая неопределенность она безусловно на рынке есть растет спрос на золото со стороны центральных банков из-за усиливающихся санкционных рисков и конечно же не стоит искать из вида еще и локальное снижение доходности американских облигаций что тоже может выступить фактором поддержки для золота я не ожидаю то что на тренд восходящий по золоту будет устойчив потому что все-таки больше делаю акцент на то что инициатива будет за покупателями доллара что негативно так разница на золото но ближайшие торговые сессии полагаю то что путина и меньшего сопротивления сейчас для рынка драгоценных питалов это движение вверх целевой ориентир я обозначу так денис вот на этих инструментах я остановлюсь слово передаю тебе так хорошо да мне тоже есть что сказать показать значит касательно индекса доллара здесь у меня немножко ну такое 50 на 50 на самом деле дело в том что по евро еще вчера был залит очень крупный хедж от сильного падения значит у нас в районе вот 1 0 8 35 здесь как раз по путам залили премия там немножко ниже находится но мне здесь больше нравится сама техническая зона поддержки вот она 1 0 7 75 1 0 8 там с копейками и вверх к верхней границе этой технической зоны покупателей у нас попадает как раз 1 2 маржи поддержки поэтому с учетом всех этих факторов и с учетом того что глобально было сделано уже перекрытие сегмента вверх то есть я считаю что дальнейший рост у нас здесь с очень большой вероятностью произойдет но не хватает вот какого-то триггера кстати который возможно сегодня на протоколах форм вечером у нас и выйдет не хватает триггера чтобы заброс ликвидности сделать кульминацию красивую и выход вверх поэтому я не исключаю что мог где-то просто протестировать еще раз там область 0 8 35 отсюда вверх но больше гораздо больше мне нравится все таки вот этот диапазон поэтому я сегодня буду такой жду то есть если вниз откорректируют отсюда я все-таки буду ловить покупки вверх с целью на переходе то есть на повторный ретест контрольной маржиналки то есть у нас от нее уже цена достаточно красиво буквально пунктовое касание было вместе с опционными хеджами откатили вниз и теперь внизу нас гораздо больше еще заливает вчера прям активное прибавление было огромное и вот сейчас текущая премия поэтому все таки вот этот диапазон он самый сильный и плюс по неделькам он тоже дополнительно усиливается поэтому если сюда даже откинут вниз ну как по мне это будет просто отличная возможность для дальнейших покупок при этом если посмотреть более среднесрочно то у нас еще вот с декабря месяца формируется нисходящее движение которое можно красиво запихнуть в канал и верхнюю границу этого канала цена уже пробила закрепилась выше и сейчас фактически будет с обратной стороны делать тест этой же границы вот поэтому как по мне то это будут хорошие покупки но в идеале после коррекции по поводу фунта здесь я ждал еще вот с прошлой недели хороший рост он принципе получился его большую часть забрали не стал переносить уже сделки на текущую неделю все закрыл в пятницу и здесь вот вчера кстати одновременно с евро были залиты тоже неплохие но скажем так это предполагаемые цели роста то есть здесь экспирация будет у нас аж седьмого июня то есть это у нас еще полторы недели времени есть и соответственно то есть пока цена туда дойдет то мог могут буквально с текущей попробовать дойти могут там через откат и потом снова вверх но в целом у нас область сопротивления хорошего в районе 1 28 1 2 с 8 с половиной и отсюда я ожидаю уже коррекцию вниз то есть коррекцию вниз приблизительно к тому накоплению где сейчас находится цена потому что если в целом мы раскинем вот такой профиль вверх мы увидим что ключевое профильное накопление у нас находится внизу в районе там один двадцать двадцать пять с половиной двадцать пять ровно то есть вот такой вот диапазон но это дальние конечно же а рейтинговый объем у нас буквально вот это текущая неделя откуда стартанули вверх поэтому здесь если даже там какой-то здесь сделают добой все равно спустят вниз могут даже из текущих но здесь пока нет нормальных условий для входа только лишь перекос по футпринту но этого пока еще недостаточно там не было каких-то аномальных объемов для того чтобы входить но при этом кстати говоря также как и по евро было сделано перекрытие предыдущего сегмента вверх то есть это означает что в рамках среднесрочного движения у нас рост будет в приоритете но для того чтобы войти в покупки нам нужно новое снижение при этом кстати если посмотреть на кумулятивную дельту она уже дважды вот раз при росте вверх она была раз отрицательная сделали перехай и второй раз на этой неделе как раз вот до сегодняшних данных в инфляции тоже была вот отрицательная цена стояла на месте и сделали перехать то есть достаточно классическая отработка как происходит в большинстве случаев как минимум 70 процентов поэтому здесь вот два из двух как раз четко есть оба перехать далее поэтому будем смотреть дальше как текущий свечка расторгует потому что если будут так медленно-медленно постепенно расти то я все-таки тогда за перехать где-то вот в область 28 28 с половиной и оттуда уже коррекционные продажи вверх вот ближайшему рейтингову профильному объему на по поводу индекса доллара здесь я с тобой наполовину соглашусь почему наполовину потому что я все-таки по-прежнему ожидаю по нему снижение считаю что приоритетное движение направлено вниз но для того чтобы полноценно классно она развивалась в идеале добить вот сюда вот к этому диапазону там 104 90 105 26 и отсюда уже стартануть вниз то есть как по мне вот это вот самая классная область сопротивления которая у нас сейчас на рынке вообще создана предыдущая область кстати говоря было очень похоже на было вот здесь формирована и она кстати отработала очень мощно вниз движение действительно сделали серьезное поэтому сейчас нечто аналогично только вот в этом диапазоне там изначально звонка даже чуть пошире будет но я выделил основную ее часть так что до локальный подброс вверх я абсолютно не исключаю и он по индексу доллара естественно хорошего коррелируют с евро то есть они в этом плане все таки 56 процентов евро у нас занимает веса в индексе доллара поэтому здесь классная синергия как по мне с текущих ну понятно не туда не сюда мне не очень нравится а с вот этой верхней зоны как по мне наиболее интересная часть и что касается золото насчет по золоту и ну я лично считаю что геополитика в данном случае особо значения уже не имеет да и в принципе не имела потому что весь тот рост который у нас и до этого был сделан он гораздо раньше еще даже за месяц и до этого роста были множественные залиты опционы точно так же как и сейчас то есть мы четко видим где вверху у нас основные заливки происходили причем они были сделаны некоторые вот в начале мая некоторые еще вот во второй половине апреля поэтому это абсолютно не является чем-то неожиданным много и оттоков было много и приростов дополнительных было вплоть до 2570 и облочная опционная конструкция у нас вверху есть поэтому в плане цели ростом прекрасно понимаем куда будут расти почему будет туда расти вот и вне зависимости от того там что произойдет там или в иране или в палисине все равно то есть основные движения закладывают большие деньги а потом же триггерные события уже они влияют больше как на ускорение вот и в целом по золоту я ожидаю продолжение роста по поводу с текущих но опять-таки как по мне не хватает какого-то еще выброса вниз потому что у нас как таковых сейчас объемов откупных особо нету ну а так что могут там как-то откорректироваться вниз и все равно потом пойти в плане дальнейшего роста причем здесь вот в район приблизительно 2500 это в принципе не так уж далеко от текущей цены на самом деле но 2500 как по мне просматривается очень хорошая цель особенно если взять по корреляции например что индекс доллара вот вырастет к данной зоне сопротивления и потом при развороте вниз мы получим как раз по золоту очень похожую синергию то есть выброс вниз возможную кульминацию как например дважды было у нас сделано еще на прошлой неделе вот раз и вот здесь вот два и затем уже разворотка вверх точно такая же картина в принципе по евро и по фунту как по мне логично просматривается так что да я с тобой действительно отчасти соглашусь в плане локального роста по индексу доллара но потом все-таки за вот этой вот зоной лучше следить денис спасибо тебе за рекомендации ну что ждем тогда этот фундаментальный драйвер сегодня потенциально это протоколы но еще как я отметил будет несколько статистических релизов четверг и пятницу обсудим все повторно на следующей неделе в среду как и всегда я думаю что никаких у нас не будет пропусков с эфиром и надеюсь то что тренды уже станут более интересными и инструменты которые мы с тобой анализировали покажут какие-нибудь новые локальные максимумы ну или минимум в зависимости от того прогноза который был да денис огромное тебе спасибо еще раз хороших титрейдов тебе и наш подписчикам ну и обсудим все следующую среду так же как и увидимся до встречи да спасибо тебе тоже отличная торговля и главное чтобы рынок тоже нам этом благоволил это точно спасибо на связи все пока пока пока